Многие христиане, а также те, кто находится вне церкви, часто задаются вопросом, как можно крестить младенцев, если они еще не могут сами за себя сделать выбор. И действительно, мы, читая Священописание, например, слова апостола Павла, который говорит, «Вера отслышания, слышание же от Слова Божия». То есть вера полноценная, христианская вера, она не может быть без развитого ума, который воспринимает Слово Божие. И действительно, как же тогда можно крестить младенцев? Также в связи с этим вопросом можно задать и другие вопросы исторического плана, например. Какова была практика крещения младенцев, вообще крещения людей в древней церкви? А также вопрос нравственный, а как сочетается данная практика с принципом христианской свободы? Мне кажется, что на этот вопрос следует отвечать с позиции личной веры, с вопроса личной веры. А во что мы верим? И верим ли мы на самом деле? И каковы должны быть дела нашей веры? Мы, христиане, верим в то, что Бог ради нашего спасения воплотился, стал истинным человеком, ради нас претерпел страдания на кресте, воскрес, тем самым победил смерть, вознесся на небеса, тем самым осветил человеческую природу и возвел ее в достоинство выше всякого творения. А также, в том числе, мы верим в том, что Бог и до ныне живет среди нас в своей церкви, в таинствах, которые преподает Он нам. И вот эта вера христианская, эта надежда чаяния христиан является самым дорогим для нас, верующих людей. И естественным плодом этой веры должно быть желание поделиться этой радостью, этим восхищением Богом с другими людьми. И в первую очередь это, конечно, относится к родителям, те, кого Бог благословил детьми. И естественное желание христиан родителей поделиться этой верой со своими детьми. Вот таким образом, крещение младенцев, их восприятие в церковь является естественным плодом любви и веры родителей христиан. И, наконец, о свободе, нужно сказать. Не противоречит ли такая практика крещения, такая любовь свободе этого младенца, этого человека? Действительно, бывают случаи, когда человек, младенец вырастает, становится юношей, взрослым, анализирует образцы культурные и духовные, которые ему встречаются на жизненном пути. И можно задаться вопросом упреком в сторону родителей. А зачем вы меня крестили? Ведь я сейчас не хочу быть православным, а я крещен. И сама постановка этого вопроса, она как раз и свидетельствует о том, что человек, будучи крещен, он не лишается свободы. Бог ему дал эту свободу. Хочешь быть христианином? Будь им. Не хочешь быть христианином? Ты свободен и на этом пути.